Создательница скандальной группы «Груз-200» рассказала о погибших российских солдатах в зоне АТО. Знаменитая группа была создана 25 августа 2014 года. Занимается сбором информации о погибших в результате военных действий и сбором доказательств присутствия на территории Украины войск РФ. Вопрос второй, который назревал, это рассказать все-таки россиянам о том, что в Украине есть война. Потому что на самом деле очень многие до сих пор не понимают, они думают, что это гражданская война внутри вашего населения, внутри ваших регионов. Третий вопрос, который сразу же возникал, а он стал, по сути, потом первым, это вопрос о том, чтобы побудить российских матерей, родственников погибших, выйти, заставить, ответить Путина, я не знаю, за вот эту вот всю подлость, которую он сейчас совершает в отношении как российского, так и украинского народа. Первоначальная реакция россиян на все списки погибших в группе была недоверие, говорит Васильева. По этой причине создательница группы решила лично приехать в Украину и собрать доказательства гибели российских военных. В общем-то пришлось слегка рисковать собой для того, чтобы проехать в АТО, для того, чтобы побывать в тех местах, где я уже была и объехала АТО, начиная со Славянска, Краматорска, для того, чтобы увидеть самые вот эти разрушения, поговорить с местными жителями, которые, в общем-то, рассказали, где и в каких местах были закопаны, как собаки, по сути, многие ополченцы, так называемые, или россияне, российские военнослужащие. И, естественно, много очень братских могил, которых есть местные жители. Вторым этапом посещения Украины у Васильевой была поездка в Днепропетровское Запорожье. Там она посмотрела, как работают лаборатории по идентификации тел погибших. Дается коридор на два часа, чтобы украинцы могли забрать свои тела. Они едут, вот все, что они там, всех, кого видят, или даже вот место взрыва, где видят они какие-то там разбросанные ошметки тел, они все это собирают в мешки, все это привозят и начинают составлять базу данных ДНК. Мне часто вот в последнее время уже задавали вопрос, идентифицировали кого-либо из таких вот людей. Вопрос в том, что вся идентификация может пройти только в одном случае. Если родственник ищет кого-то, он сдает свою кровь, он сдает там свою слюну, и по этому анализу определяют, смотрят, есть ли у них в базе аналогичный анализ. Васильева уверена, все собранные доказательства заставят раскрыть глаза матерей погибших солдат и как-то растормошить их на какие-то действия. Справки, которые они получили на погибших детей, в основном там было написано следующее, значит, что скончался либо от инсульта, либо от инфаркта, либо суицид. Ну вот в отношении суицида это отдельный разговор, но тем не менее, значит, либо там какие-то еще заболевания у них в 150 километрах от Ростова. Вопрос, где эти 150 километров найти, в какую сторону? Давайте повернем вот в Украину и примерно можем попасть на те самые поля сражения, о которых говорят. То есть вроде бы как и правду сказали, но ее в реале не сказали. По прогнозам создательницы группы, обстановка в России накалится где-то в ноябре, когда срочники должны будут вернуться домой. Но многих родные так и не дождутся. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057.UA